Последнюю рабочую неделю в этом году начинаем по традиции с подарков. Сейчас в эфире праздничный проект «Новогодняя корзина». В ближайшие пять дней наши журналисты будут ждать самого догадливого и быстрого зрителя. Правила те же. Приз достанется тому, кто угадает, где именно находится корреспондент ЭВК и первым доберется до него. На одной из новогодних локаций уже ждет мой коллега Анатолий Качаев. Он на прямой связи со студией. Толь, привет! Ждем от тебя подсказок. Даша, привет! Сегодня мы находимся на правом берегу в одном из парков. Этот парк носит имя «Революционера», но точного имени я, конечно, называть не буду. Здесь же, в этом парке, размещена администрация того района, в котором мы и находимся. Немного хочу рассказать про сегодняшнюю неделю. Собрать новогоднюю корзину на этой неделе нам помог спонсор. Гипермаркеты «Аллея», супермаркеты «Коммодор» и дискаунтеры «Хороший» поздравляют всех с наступающим Новым годом и приглашают за подарками и продуктами для праздничного стола. Напоминаем, что при покупке от 700 рублей в дискаунтерах «Хороший» вы получаете шанс стать обладателем собственного жилья, квартиры в Красноярске, которую разыграют уже 6 января. Подробности на сайте квартирахороший.рф. Ну и о самой корзине, о ее наполнении. Сегодня у нас здесь кружка символом Нового года. Посмотрите, такой очень милый дракончик. Это мандарины, шампанское, сыр где-то тут была, икра непростая, лососевая, ананас, конфеты и салфетки, чтобы, так скажем, очиститься, если вдруг замарались. Друзья, вот мы видим, что находимся в парке. Здесь пока возле нас нет никого, но мы уверены, что скоро к нам обязательно подойдут, чтобы забрать эту вкусную корзину. Студия, передаю вам слово, а пока жду телезрителей здесь. Толя, спасибо. Я напомню, наш корреспондент Анатолий Качаев сейчас находится на одной из новогодних локаций города. И он готов вручить подарок первому телезрителю, который доберется до съемочной группы. Скоро узнаем, кто станет счастливчиком. Возвращаемся к новогодней корзине. Кажется, уже есть ее новый обладатель. Кто же им стал, знает мой коллега Анатолий Качаев. Он на прямой связи со студией. Толя, кому достался подарок? Даша, привет. Ну, словно какие-то новогодние чудеса. Буквально за одну-две минуты нас окружило огромное количество людей. Но первым был все-таки молодой человек. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Паша. Здравствуйте. Паша, ну если не секрет, как вообще нашли нас с новогодней корзиной? Мне позвонила бабушка, сказала, Паша, беги. Я вот тут недалеко шел. Ну и как побежал? Он с магазина шел. А, ну то есть это такой план. Бабушка смотрит телевизор, внук гуляет по улице и ждет, когда ТВК приедет, так скажем, к ним на район, чтобы подарить корзину. Смотрите, дело в том, сколько вам лет, хотел уточнить? 15. 15 лет. Я дарю вам эту корзину. Здесь очень много продуктов. Шампанское нужно передать бабушке. Обещайте? Передам. Передам. Честное слово? Да. Ну, а людей здесь, правда, очень много. Подходите, пожалуйста, к нам, дорогие красноярцы. Сейчас мы всех на 3-4 телезрителей поздравим с Новым Годом. Скажем, красноярцы с наступающим Новым Годом. 3-4. Красноярцы с наступающим Новым Годом. Ура! Ура! Остается еще 4 корзина на этой неделе. Дорогие телезрители, смотрите нас и участвуйте в розыгрышах. Студия. Продолжение следует.